А вот здание Брянского государственного университета имени Академика Петровского. Тут все красиво засажено какими-то всякими растениями красивыми. Вон там общаги стоят. Да, я рассказала, мне тут хорошо про Великобританию задалось, как раз таки то, что я училась. Блин, обычно меня так не везет, а? Это видны здания общежитий. Это один из основных корпусов. У них несколько корпусов у государственного университета Брянского. Пять этажей разных факультетов. Тут продемовский человек с книгой. Да, как здесь. Красиво. Здание Брянского государственного университета, это юридический факультет. И это здание, оно очень, скажем так, историческую ценность имеет. Это бывшее здание аэропорта. Сейчас мы подойдем к нам. Здание аэропорта. И аэропорт здесь был достаточно давно построен. Даже он здесь был в 30-е годы. И в авиаотряде здесь служил Валерий Чкалов даже. И вот об этом говорит вот эта памятная доска. На этом аэродроме, основанном в 1925 году, проходили службы многие известные военные летчики. В 1928-1929 году здесь служил прославленный летчик Чкалов. В 1936-1938 30 летных экипажек добровольно выехали и сражались в небе Республики Испании. В 1941-1945 граммили война врага на фронтах Великой Отечественной войны. Значит, смотрите, у нас есть герои Советского Союза. Баланов, Бочаров, Денисов, Колесников, Лакеев, Осипенко, Тархов, Хованский, Черных, Шевцов. В том числе у нас есть дважды герой Советского Союза. Это Камозин. Здесь не указан. Видимо, он служил в другом авиаотряде, но он уроженец города Брянска. И в честь него здесь есть и улицы Камозина, и памятные доски. То есть он потом вернулся в Брянск, и жил в городе Брянске. Дважды герой Советского Союза. Это прославленный летчик аз времен Великой Отечественной войны. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ. КОНЕЦ. Фарган.